здравствуйте дорогие друзья любители квестов адвенчур продолжаем с вами третью часть черного зеркала давайте нажмем на загрузку да и вот вы видите тут у нас 4 вроде как часть прохождения вроде как даже есть уже соответствующее сохранение здесь для четвертой части но друзья я должен вам сказать игра страшная поэтому случилось действительно ужасное файл который я записывал в прошлый раз побился восстановить его к сожалению не представляется возможным поэтому сейчас я буду проходить специально для вас все заново по новой давайте загрузимся с последнего места на котором вы помните что мы остановились да это ворота замка черное зеркало как писал один пользователь в комментариях одна из самых атмосферных локаций в этой игре я с ним полностью согласен такие ветхие ржавые ворота там темный силуэт уже обгоревшего такого замка просвечивает в общем все очень круто и мы здесь сделали в прошлый раз такую сумасшедшую какую-то фотографию для мюррея он гад нас шантажирует тем что он иначе не заберет свои лживые показания из полиции да вот эта фотка дэрон с сокровавленным ножом на фоне замка в общем все в лучших традициях сэлфи дорогие друзья так что давайте спешить к нему и давать этот проклятый пасквиль вот он стоит на прежнем месте человек козырек в общем забирай свою фигню привет мир и уважаемый мистер майклс что вы хотели много чего лес вокруг вылук риг довольно мрачный это прекрасный лес в нем полно духов и демонов если верить людям прекрасное место для всех убийств которые здесь произошли и сожалению не только вам не терпится что ли я живу здесь достаточно долго чтобы понять что терпение окупается почему бы не оставить на своем месте несколько человек раз шум так не терпится я бизнесмен а не убийца маленькое но очень тонкое отличие мистер майклс ну я думаю как мир известно от этого маленького отличия очень небольшой шаг очень небольшой окей вы получили вашу дурацкую фотографию довольно о да здесь едва можно что-либо разобрать вот я вот замок как договаривались идите в полицию мюррей они должны сами знать насколько для вас важно мои показания по делу мисс вели мюррей хорошо хорошо считайте что я уже это сделал сперва в полицию ладно я схожу сегодня я честный бизнесмен я я сумасшедший одержимый как насчет того чтобы расслабиться в своем номере пока вы спите я был лазил все дела с полиции да я действительно хотел бы поспать да но за таким гадким типом как мюррей постоянно нужен глаз до глаз все время нужно держать его под контролем иначе начнется опять какая-нибудь ерунда ой что-то у меня сегодня с голосом дорогие друзья ладно давайте все-таки в наш номер наведаемся последуем совету там он кто-то газетку читал в конце коридора как будто это знаете еще дыры в этой газете не хватает чтобы следить за нами о смотрите-ка что-то под ногой у нашего героя письмецо какое-то валяется давайте-ка заценим что-то здесь лежит у двери да и судя по изменившейся музыке это что-то важное я могу помочь доказать твою невиновность потому что я знаю что ты невиновен ты должен довериться мне мы можем не можем встретиться поэтому я передаю тебе только указание если ты принимаешь мою помощь ты оставлю первое послание у могилы твоего отца что это за доброжелатели еще такие и кстати у могил нашего отца это значит что нам сейчас придется наведываться в родовой склеп гордонов в приход в ворнхилл правда знаете что единственный момент сэм то он же покончил жизнь самоубийством похоронили ли его вместе со всеми остальными вопрос сейчас будем разбираться меня это немного смущает кто положил это письмо мюррей не в его интересах доказывать мою невиновность к тому же я все время видела его да и не в его стиле подкладывать такие записки но кто еще мог знать что я поселился в отеле надо быть с ним поосторожнее я должен узнать где находится кладбище надо мы это по первой части знаем а наш герой к сожалению нет ну ладно тогда покидаем наш номерок так и не при не смог не смогли мы прилечь не минуты покоя у нас здесь ну давайте опять у этого гада вы спросим привет да да виделись уже муррей вы знаете где находится кладбище кладбище вы разве не хотите отдохнуть мне сейчас не до отдыха пожалуй вы не будете осматривать кладбище за отелем она как раз перестраивается оно как раз что я увидел я уделил этом достаточно времени чтобы представить все в живописной обстановке теперь я могу представлять некоторые комнаты по более высокой цене с видом на кладбище гордонов вы сравняли с землей могилы рода гордонов ну если честно там была только могила лотера гордона основателя санатория фамилия склеп гордонов находится рядом с приходом в ворфилл ах да в ворфилл тоже это письмо от вас что простите нет я обращаюсь к моим гостям лично если что-то от них хочу был здесь кто-нибудь кто спрашивал меня нет а ваше местонахождение еще недостаточно известно но скоро будет достаточно поверьте мне кто-то об этом позаботиться с помощью своих дурацких фотографий ладно давайте искать путь к приходу ворфилл мы еще в новых частях черного зеркала там не бывали итак дорогие друзья мы по-прежнему с вами гуляем по лесу так как других путей здесь нету и находимся мы на не доходя одной локации до ворот замка где мы были в начале сегодняшнего видео и приход в ворфилл я уже просто знаю поскольку я играл во все это то он находится вот по этой дороге налево по грунтовой но наш главный герой да вот вы видите говорит что для прогулок у него нет времени он сюда просто так идти не хочет и я долго тупил в прошлый раз думаю в чем же дело что может быть тут указатель какой-нибудь нужно осмотреть который сломан на самом деле ничем нам не поможет может быть нам по какому-то другому пути на самом деле нужно идти но оказалось все просто нужно осмотреть карту которая у нас есть в инвентаре и тогда дерн сообразит куда ему нужно топать вот видите теперь я понял как пройти в ворфилл надо по дороге налево от замка ну вот все готово идем налево да тут конечно лес какой-то бесконечный вон и лесной ручей такой классный в общем конечно не хотелось бы по этому леску проразгуливать ночью но боюсь что что-нибудь в этом духе разработчики припасли припасли для нас ну не зря же они столько лесных локаций тут рисовали столько всяких тропинок вон отходов каких-то поворотов явно нам тут придется не раз побродить по ним что мне делать в лесу ну к счастью пока нечего проходим далее да вот этот вот эта церковь знаменитая приход ворфилл древний храм слушайте выглядит мне конечно тут шикарно просто вот в hd просто класс кстати давайте сравним с первой частью черного зеркала насколько этот вид изменился в церкви и я надеюсь что да судя по иконке она уже открыта заходим внутрь да ну вот так вот кстати интересно что тут какие-то могилы вот здесь вот новые появились прям по сути на проходе странно их как-то тут понатыкали вроде здесь места вон еще полно вроде как тут еще не так много к счастью смертей происходит то в этой деревушке и кстати в первой части мы всегда заходили через боковую дверь внутрь но теперь нам видимо предлагается сделать это через центральную ну что ж давайте давайте зайдем в знакомые нам стены да вон тут еще все по могилам что ли ходят чтобы пройти как-то странно это да внутри тоже красота смотрите какая супер супер просто на колонне вон какие-то таблички металлические здесь выгравированы некоторые изречения из библии вот агнец божий взявший на себя грех мира иоанн 1 глава 29 стих ибо для меня жизнь христос и смерть приобретения послание к филиппу 1 глава 21 стих многие призваны но немногие избраны матфей ибо господь со мною да не боюсь я зла псалом 118 что бы это значило все равно эта колонна осталась активной интересно но нам надо поговорить с какой-нибудь живой душой все таки в этом месте и вот там за колонной торчит нога какая-то может быть это кто это он не похож на священник может это могильщик местный как раз он нам подскажет где могила Сэмюэля Гордона то находится ооо отдыхаем эй вы спите доброе утро а что о простите сэр я должна быть задремал в исповедальне по крайней мере здесь есть подушка а вы священник не так ли боже упаси я марковый могильщик ну и хорошо я думаю что ты сможешь ответить на наши вопросы вы знаете все об воронхеле конечно но за лесом есть несколько домов скажу вам и там творится что-то странное а вы ищете что-то конкретное нет я просто хотел получить представление об этом месте посмотри на кладбище и получишь полное представление если хочешь сэкономить сообщи мне я рекомендую южную часть лучшие места спасибо за предложение но я не тороплюсь встретить смерть но смерть с вами похоже очень да ну тут немножко корявенький перевод имелось ввиду что Дэрен не стремится встретить смерть а вот смерть как раз таки наоборот чем вы занимаетесь целыми днями отвечая на бестолковые вопросы ну видимо типы наших да я думаю вы ведь не все время копаете могилы верно да вы правы юноша я не только рою могилы я также слежу за их положением поддерживаю церковь в хорошей форме охраняю могилы если вы думаете что сорняк растет здесь сам по себе то вы ошибаетесь это не сорняк и он здесь не просто так правда это никого не волнует что вы имеете ввиду охрана могил ну от посетителей чтоб они раскапывали или от собак от каких собак ну бродячих их здесь полно кладбище что то вроде подземной лавки с колбасой да точно с дьявольски жесткой колбасой ох уж этот юмор похоже что у вас здесь всегда найдется работа не так ли это точно моя работа не подвержена кризисам да самый антикризисный вариант можете ли рассказать что нибудь интересное о церкви что вы имеете ввиду юноша кем она была построена ну точно не мной даже скорее всего ее возвели во времена маркуса гордона вы видели темное пятно на башне да у него закончились камни и на последний кусок он взял камни из замковых стен ему пришлось разрушить собственный замок чтобы закончить церковь образцовый христианин по истечению своей жизни он был погребен в этой церкви а гробница почти в 30 метров в высоту с алтарем для него одного довольно неприхотлива да все они такие хитрые воображалы нет он позволил себе дополнительную могилу под нефом правда она обрушилась около 12 лет назад более чисто не может никто здесь довольно много лесов наверное это причина тому что здесь очень кровавая история дьявол в лесу похоже местные жители читают слишком много ужастиков или лично испытывают вы когда-нибудь бродили ночью по лесу нет поговаривают что можно много кого повстречать по дороге дух злого правителя замка потусторонних и адских псов коварного мордорода об этом есть множество легенд больше чем живет здесь людей хм лес вокруг вылукри кажется совсем зловещим да прежде всего там водится много диких вепрей они постоянно топчут забор вокруг кладбища или же приходящих сюда но я ставлю ловушки для них священник позволил это ну да надо же как-то бороться с этими хищниками то вы как могильщик не знаете ли случайно где могила Сэмюэля Гордона он был похоронен в 1981 дайте подумать мой мальчик 12 лет назад погибло так много людей хороших плохих при странных обстоятельствах так что я даже не могу вспомнить кто где лежит лучше расспросить отца Фредерика священника он должен лучше помнить что-то у тебя для могильщик слишком плохая память уж про такую легенду как Сэм Гордон ты должен знать ну тем более про Гордонов владельцев местного замка по сути всей местности здесь нужно знать такие вещи где мне найти священника сегодня увы не выйдет он простился со мной после обеда его вызвали на конференцию но завтра в полдень он должен быть я должен идти смотри в оба юноша ну спасибо как всегда легких путей нам не дают священника естественно нету будет только завтра так что сейчас нам ничего не остается как выйти наружу и осмотреть кладбище собственноручно о уже так поздно ох слушайте друзья стемнело смотрите-ка то чего я боялся свершилось нам придется бродить здесь ночью по кладбищу еще небось в полнолуние бинго просто бинго на самом деле и кстати я бы вот на предмет самой атмосферной локации бы поспорил я вот сейчас смотрю вот на эту картинку и думаю что она то будет покруче чем то место перед входом в замок черное зеркало гораздо круче туман эти редкие фонари темное небо это жуткая музыка на фоне которая сейчас играет в общем здесь все работает на то чтобы нам стало не по себе ну давайте начнем нашу прогулочку на кладбище ну что ж давайте кстати сравним тоже что изменилось здесь с нашего последнего визита да мы тут уже в принципе бывали помните я вот какие то вот вот здесь вот около могилы выльема рассматривал какие то надгробия ее саму рассматривал интересно свечка на ней до сих пор горит даже под дождем давайте-ка проверим как тогда то была тихая погода а сейчас а нет смотрите все четко прям дождь пошел свеча потухла вот это вот все а визит то тут был ну правильно 12 лет назад же да эти убийства с Эмиля происходили вот тогда то мы тут и были но я смотрю на могиле у уильяма по прежнему горит свеча я все удивлялся как же они не тухнут и кто же их зажигает каждый раз там ну давайте начнем осмотр здесь какие то безымянные могилы которых по моему не было надгробие без надписи угу здесь что ухоженное кладбище точно не это многие могилы заросли ветвями и корнями растений да жутковатое зрелище честно говоря да и полная луна конечно добавляет атмосферности в это местечко но что-то света от нее не особо много а вот здесь вот слева как я помню вот это должен быть фамильный склеп Гордонов правильно проверим проверим да ну я правильно помню давайте теперь тогда еще могилу Уильяма осмотрим это могила Уильяма Гордона моего прадеда он умер в августе 1981 года не знаю почему его похоронили не в фамильном склепе кстати хороший вопрос я тоже не помню действительно почему это произошло ну да 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 понятно давайте еще вот на этот сломанный забор взглянем могильщик упоминал диких вепрях которые иногда здесь бушуют должно быть это невероятно большая разновидность и невероятно зла и весь свой гнев они излили здесь странно ну да надо же всяких необъяснимых мистических штук подпустить побольше то да для создания соответствующей атмосферы стена обрушилась прямо посередине без шарового тарана пока кто-то что-то предпримет пройдет несколько сотен лет ну да или через несколько сотен лет эта стена обрушится окончательно что более вероятно чем первое какая-то какие-то ворота я что-то не припоминаю чтобы здесь можно было выходить заколочено за ними вероятно находится жилой дом священника ну ладно видимо это намек что когда-то мы там побываем ладно давайте покидать это самое гостеприимное место это единственное место где вам всегда рады давайте с него уходить поскорее так ну что ж нам осталось совершить последний рывок рывок собрать все свое мужество и силу и пройти сквозь этот страшный темный ночной лес но я думаю что наш герой справится а вы готовы дорогие друзья тогда в путь не убоимся не убоимся зла которое нас может поджидать в тени ну пока все тихо мирно идем вперед оп что-то мне это не нравится что это за звуки похоже это дикие кабаны их здесь много в лесу ну ладно дикие кабаны это еще не самое страшное что может встретиться в лесу так что продолжаем свой путь идем ооооо это рычание уже совсем плохо или демонические собаки о которых поговаривают местные жители да или волки вот это уже действительно серьезная опасность ооо черт смотри-то какие страшные твари а если я не хочу быть разодранным на куски мне надо сматываться отсюда поскорее ага Вот так-то у нас и не осталось другого пути, как вглубь леса Хорошо, еще вон какой-то сарай попался по дороге Черт возьми, слишком темно Я больше не продержусь, почему я не могу проснуться? Это может быть только ночным кошмаром Нет, дружище, это, к сожалению, не ночной кошмар, а самая настоящая суровая реальность Ну, они ушли? И, похоже, что немного отпустило Затишье перед бурей, я лучше подожду здесь, пока у этих тварей утихнет аппетит Да, или пока они не пообедают, не поужинают каким-нибудь другим случайным ночным путникам Ох, ну и жуткие создания Я понимаю, почему местные жители их не любят Действительно, они похожи на каких-то адских псов-мордорда, а не на простых волков Причем на таких очень мощных псов Ну ладно, мы вот с вами попали в какой-то грязный сарай С какой-то старой кроватью Какими-то прогнившими вещами Тоже какое-то странное место Светящиеся смайлики вон какие-то В общем, тоже непонятно Видимо, это один из тех домов, про которые говорил могильщик, что здесь что-то странное происходит Так что, дорогие друзья, продолжим в следующий раз Подписывайтесь обязательно на канал Ставьте палец вверх под видео Не забудьте вступить в группу ВКонтакте и Фейсбуке Ссылочки в описании под видео Также переходите по ссылке в описании Где я выкладываю сохранение каждой части прохождения И там есть русификатор к этой игре Спасибо вам за внимание До новых встреч Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»